Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим фильм. Я недавно его посмотрела в кинотеатре российского производства «Серги против нечисти». И кому не хватает сериала «Сверхъестественные», кто любит пародии, всем вам понравится этот фильм. Кто любит черный юмор, кто хочет посмеяться на выходном, пожалуйста, можете это реализовать. Конечно, этот фильм немного не мое, я испытала небольшое разочарование, так как ждала сказку, настоящую сказку, как «Последний богатырь», фэнтези, мистику, но это настоящая пародия, настоящая из трех частей. Фильм длинный, более двух часов идет. Вот первая часть побеждает Сергий, отставной священник Горыныча. Вторая часть побеждают они со своей командой, с Катей, капитаном, и матушка там, которую сыграла Ирина Розанова. Главного героя, кстати, сыграл Роман Маякин, Катю, Лукерия и Лешенко. И вот они сыграли, скажем так, вы, если любите, еще сериал, который шел по ТНТ «Реальные пацаны». И вот такой вот этот вот говор вы услышите. И во второй части они победят Домового, которого очень сложно победить. И в третьей части самого сложного такого героя, отрицательного сказок, это Вия. Фильм, скажем так, заставляет смеяться, во всяком случае, меня над глупостью. Да? Первую часть я ждала, но что все-таки, так как нигде не было написано, что это пародия, я думаю, вот-вот что-нибудь начнет за такой сказочный. Но нет, а как только я слышала, сначала первую часть злилась, да, что слышу этот говор, как в Ольге в сериале ТНТшном, или как в «Реальных пацанах» гопота разговаривает, и я это все слышу. А это я не люблю. И когда у меня возникает мысль, когда же, когда же? И вот уже когда во второй части они пришли к горгулье, и главный, и у меня возникла мысль, так как герой любит выпить, и всю первую половину где-то он пил и ссал, как в рекламе памперсов. Я пью и писаю. Может кто-то когда-то помнит, такая была реклама. Какие подгузники, даже я не помню, рекламирую. Малыш, я пью и писаю, и все равно сухой. И вот этот главный герой, он сыт где можно и нельзя. И вот у меня возникла мысль, насыт он на белую мебель этой горгульи или нет. Ну и все, у меня уже там уже истерический смех. Потом истерический смех, как лакает домовой молоком. Молоко из канистры льется, и он вот языком начинает лакать. Ну, ребята, это вообще дико смешно. И если вас привлекает черный юмор, то добро пожаловать на этот фильм, и вы сможете насладиться и посмеяться. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok